Всем привет! С вами Лиза, и я рада видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня у нас с вами будет необычный видос. Это будет не пов, не сериал. Это будет... Угадайте, что? Это будет влог. Это будет влог с Москвы. Наши два дня с Наей, который мы там провели. Он получился не короткий и не длинный. Где-то около 24 минут. Я уложила туда просто, можно сказать, все. И это новый для меня формат, поэтому я буду очень рада вашей поддержке, вашему мнению. Обязательно пишите в комментариях, что поправить, что вам понравилось, что не понравилось, чтобы я знала, потому что влог еще впереди будет, так как мы улетели дальше за границу, где мы, собственно говоря, сейчас и находимся. Но об этом уже будет в следующем видео. А в сегодняшнем видео мы будем про Москву. И я буду рада вашему отклику. Погнали! Так, всем доброе утро. И сейчас я поеду в аэропорт до Москвы. В этот момент Надя уже почти оттуда долетела. Я думаю, ей осталось лететь примерно сейчас. А я только буду вылетать. Она будет ждать меня там 3 часа. И скоро мы с ней встретимся. Ну а я поехала в аэропорт. Итак, я уже доехала, и сейчас я буду лететь на этом самолете. Ну и все, я съела самолет. Думаю, в полете я еще обязательно что-нибудь сниму. А Надя, я думаю, уже примерно подлетает к Москве. Кстати, у меня есть его кошка. Входнее время полета займет не более чем 3 часа. На данный момент погода в Москве. Хорошая температура плюс 18 градусов по Цельсию. Летела я рано утром, в 6 утра, поэтому уже было светло, и мы летели над очень густыми облаками. А тут мы уже подлетаем и приземляемся в Москву. Еще я была удивлена, что никто даже не похлопал пилоту, потому что обычно все хлопали. Ну все, я вышла из самолета, долетела очень-очень быстро. И сейчас я иду туда, где ждет меня Ная. Но сейчас она немного волнительна. Мы не виделись ни разу. Хотя общались, больше года уже общаемся. Она сказала, что она будет в розовых штанах и голубой рубайке. Ну как бы я в черном. Сегодня они обычно для меня, но розовый это обычно для меня. Мне кажется, я иду уже целую вечность. Когда я уже доеду, я хочу видеть Наю. Я же не могу вообще. Мы в Москве. Я почему-то еще такая наступает. Я думала, ты не ешь. Так я тебя всего на 2 сантиметра ниже. Она думала, мы будем вот так. 2 сантиметра, 2. Вот. Мы можем сказать одинаковые по росту. Ребят, в общем, мы с Лизой встретились, она забирает свой багаж. Давай. 20 килограмм. 20 килограмм. Все. Мы встретились. Так необычно. Так необычно. Мы рядом. Как лень. Мы вызвали такси. Ой-ой-ой, я падаю. В общем, мы вызвали такси. Мне уже очень жарко. Я чувствую, что сегодня будет плюс 30. Это уже ощущается. Вот он наш. Справа по ходу. И сейчас мы поедем в центр. Мы там сняли себе квартиру. Это наша машина на сегодня. Очень жарко. Да, очень жарко на самом деле. Правда. Все, мы усеялись в такси. Тут такая интересная музыка, конечно. Все, мы сели в такси. Да, тут и очень интересная музыка. И тут гораздо похланиче мне у нас. Что у нас? 11. Да, все верно. Уже у меня есть поездки. В общем, мы оставили чемоданы. И уже за всеми перекус. Нашли тут кофейню. Она была совсем-всем пистка. Уже заказали кофе, конечно же. Так, мы перекусили в кафешке. И пошли тут погулять. Мне очень нравится тут архитектура, конечно. В центре классно, и ничего не скажешь. О, нифига не беса. Нифига не с ними хер. Да и хер с ними. Купим себе новую одежду. Блин, не хотелось бы, конечно. Да все нормально будет. Ты ведь тоже петь милейший. Будем зарабатывать. Давайте поспеть, а я танцевать. В подземке. Приходите на наш концерт. Мы покушали и направили золотое яблоко. Мы тогда посмотрим всякие штучки себе в дорогу. Поверните налево на пешеходный переход, а затем держитесь правее. Что-то там мой двойник болтает. Вот, еще хочу сказать, что я ожидала, что в Москве, в центре, мы, получается, в центре, сняли квартиру на эти два дня. Потому что, собственно, все посмотреть, походить, все близко было. Самое главное. И я думала, что тут будут всякие высокие здания, что тут как-то будут широкие, огромные дороги. А по итогу, тут все так по-европейски. Это очень прикольно. Тут все очень прикольно и очень напоминает Испанию. Тут все так все желтые, как там. Очень похожие строения, узкие дорожки. И, в общем, как-то я себя, не знаю, я прилетела, и как будто я тут уже была. Я думала, что я растеряюсь, не буду знать, куда идти, что делать. Но я уже который раз убеждаюсь, что куда бы я ни прилетела, я очень быстро понимаю, что к чему, что ли. Прям вот так вот, как будто я тут жила все это время. Тут очень красивые все машины и строения такие очень классные. Ну, в общем, я себя ощущаю максимально комфортно. Знаю как будто внутри, что к чему. Мне это очень нравится. И, кстати, Надя тоже хочу похвалить. Она первый раз куда-то прилетела, первый раз. Но у нее память, вот я скажу, очень хорошая. Потому что я летала с людьми, и они очень плохо запоминают. Обычно местность, особенно когда есть и первый раз. Вообще не могут ничего связать. Но она все запоминает, вообще на ура. Поэтому очень хорошая путешественница. В общем, реально классно, что в Москве все так уютно. Потому что такие всякие низкие строения архитектурные меня гораздо больше всегда привлекали. И тут очень аккуратные дороги, тут вообще все очень аккуратное. Пока что, что я видела. В общем, классно. Классно? Сегодня такая погодка. Вроде как бы жарко, но облака... Мне очень нравится, когда облака. Вообще так все сразу смотрится, классно. Так, мы тут шли, и вдруг осознали, что это Кремль. Да, мы слизавателем. Это Кремль, рядом с которым мы живем. Пожалуйста. Если честно, он гораздо меньше, чем я думала. Я думала, он прям вообще вот такое вот. Я не хочу, а он оказывается не так лучше. Блогерши. Мы дошли до Золотого Яблока. Но Надя говорит, что она уже устала. И сейчас я тоже уже устала. У меня уже ноги болят. Но тут очень-очень большой выбор. Глаза, на самом деле, не вправду разбегаются на все. Но мне очень всегда нравилось, как тут все оформлено. Прямо все классно. Аналога Золотому Яблоку, мне кажется, нет в России больше такого магазина. С ритуалем не сравнить. Кремль будет дофига. Нам надо выбрать фирму, которую мы хотим. Стас, смотри. Итак, мы пришли заселяться. Оказывается, наш номер был готов уже полтора часа назад. Но я не видела смс-ки, поэтому мы таскались до трех. И утоптали себе все ноги. Сейчас я вам покажу наш холл, так сказать. Такая вот тут красотишка. Чисто Мэри Крисмас. Я не знаю, Гринлянда у меня остается всегда с Новым Годом. Такая вот зеркальца. И пошлите сразу, я еще не открывала. Откроем с вами квартиру. Опа-то. Итак. Смотрите, я сразу же скину пакет. Потому что мне тяжело. И... Смотрите, какая красота. Мне очень нравится. Я обожаю тетя на... Тут буду спать я, тут Надя. Или наоборот, я буду спать тут, а она тут. Тут мы будем кушать. Смотрите, мы тут будем завтра завтракать перед этим прекрасным окошком. С прекрасным видом. У нас вид прямо на площадь. Офигеть. Вообще классно. Красота. Ну, красота, по-моему, вообще. Абсолютная. Это наша мини-кухонька. Столовые приборики. Салфетки. Красота вообще. И аккуратненькая ванночка. Ну, мне вообще-очень нравится. Итак, мы поели, отдохнули и снова вышли. Надя не спала уже сутки. Мне, на самом деле, ее жалко. Но мы идем ей за купальником. И за тапками. И мне за гольфами. Идем в Калдизонию. Да, должны быть. А, блин, тут еще эти миссими. Ну, посмотрим. Итак, всем привет. Вчера я уже немного пропала. До половины дня вроде все вообще классно снимала. Но там, на самом деле, не было ничего прям сильного, интересного. Мы просто еще раз прошлись по улицам. Поймали вообще офигенное красивое небо. Сделали суперские фотки в инсту. А, у меня есть видосик. Сейчас покажу его. Вставлю. Вы увидите, какое там было небо. Потом мы пришли домой. Вот этот человек заснул просто моментально. В девять вечера. В девять вечера, как какая-то старушка. Ладно, я ее прощу за это. Она не спала в сутки. Но если она еще раз так сделает, уже не прощу. А правда, ей не будет. А я в 12-й сидела в одиночестве, кушала мороженое. Смотрела сериал, как какая-то брошенная жена. Не знаю. Сейчас мы проснулись и собираемся покушать. Тут у нас под окном есть какое-то кафе. Какое-то кафе. Какое-то кафе. Я надеюсь, там будет чем-нибудь нормальное. Лично я на завтрак люблю кушать. Либо кашу, либо сыр. Ну, что-нибудь вот такое. Вот чисто утренний завтрак. Утренний завтрак. Вот. Но если не нормально, то мы пойдем просто туда, где мы были вчера. Потому что там по-любому есть и вкусный кофе. Что очень для меня важно. И есть сырники, чего хватит. Так что сейчас посмотрим, чего хочу вам показать сегодняшний слой лук. Вот так вот и сегодня оделась. Чисто во все светленькое. И такой вот акцент в виде красного ободочка. Такая чисто милашка. Кстати, я не помню, я вчера, но наверное я показывала, да, что тут. Мы все выключили? А, я не знаю. Блин, я зайду в обуви. У нас, конечно, бардачина. Вот мы пожили, тут всего день. День, посмотрите. Надо сегодня будет снова собирать все чемоданы. Бардачницы. Зачем я вечно делаю вот так, я не знаю. Это моя привычка, так что все. Не пишите мне об этом. Идем. Тут, я говорю, чисто джингл байлз. Мы тут еще хотели что-нибудь поснимать, но у нас столько дел, что не знаю, по этому успеем, что-то нет. Кстати, у нас в подъезде очень-очень дружно. О, шикарный лифт еще вам не показывала. Короче, это, походу, какой-то самодельный лифт. Я не знаю, что лифт еще. Почему? Это что, пять этажей, это четыре этажа, и как бы чокнешься. Да давай, это, поедем. Да, не знаю. Все, меня кинули, вы видели? Подруга еще называется. Только что меня кинули, и жестко поимели. И лифт приехал, он, если честно, вообще очень-очень странный. Сейчас я вам покажу, какой он. Немного опасный лифт, мне кажется, он, походу, какой-то самодельный. Мне так кажется, если честно. Тут даже двери, они как в автобусе каком-то. Ну, надеюсь, еще сегодня выдержат нас. А дальше уже все, у нас освощены будут. Смотрим, кто первее. Надя сказала, что он пойдет пешком. Хотя тут очень душно, так что я ей не завидую. В лифте, конечно, тоже душно, но все. В этот раз мы выжили. Очень странный лифт. Она первее. Но зато я не устала, не задохнулась. И вот как бы мы выходим, и сразу попадаем на такую красоту. Мы идем направо. Тут уже жизнь кипит. Она, по-моему, тут 24 на 7 кипит. Я вчера легла спать в 12. И тут было до хвена народу, и все было так же шумно. Поэтому я так полагаю, тут просто люди 24 на 7 кипит. Мне кажется, тут гуляют все ночи, все утро, и вообще в любой момент дня. И вот эта вот кафешка у нас под окном. Это получается, а мы на каком этаже? Получается, мы живем где-то вон там вот, наверное, вот там. Все равно это выйдет, когда муж тут не будет жить. И вот сейчас вот это под окном мы видели, посмотрим, что тут у нас. Ну, знаете, тут постоянно моют все. Вот это, помнишь, да, вчера тоже, когда мы шли, ехал. И сейчас он, к слову, уже намывает. Что тут есть в меню, где было утреннее? Если так стоять, мы можем это оставить в камеру, потом во влог, как мы едим. Я, кстати, знаешь, люблю на видео снимать. Ну, типа снимаешь себя, а блог с коренной делаешь. Да, ну так многие, на самом деле, блогеры делают. Так как, это я знаю. Но вот мне только не нравится, там потом качество немного хуже, да, или нет? Да, я бы не сказала. Нет? Снимай это хорошо, если на заднюю. У нас тут была пауза на фото, и нам уже успели провести кофе. Ну, пожалуйста, спасибо. Ну, оформление классное, да? С ковничками. Ну, тут музон какой-то, конечно, странный вон оттуда вот. Ну, да, мне нравится эта пауза. Ну, да, вообще прикольно. Прикольно, да. Живое. Блин, как вот все-таки красиво реально. Вот так вот снимаешь, а прям красота, на самом деле. Короче, мы приехали в авиапарк. У нас до вылета, секретное место, о котором вы узнаете в следующем блоге, остается буквально сколько, часов 7, наверное. Мы решили постоять на авиапарк. Нам попался классный таксист, мы с ним болтали, прямо все поездка. Он вообще клевый мужик. Не, вообще, на самом деле, тут таксисты очень классные, да? Да. Мы с ними так нормально болтаем, обо всем они тут все рассказывают. Мы, короче, приехали в авиапарк посмотреть на знаменитый огромный аквариум. Ну, прикольно, прикольно, здоровый такой. Прикольно, да? У меня на фоне плавают рыбки. У меня здесь они настоящие? Ну, нет, да, короче, по-любому настоящие. Да, кто его знает. Сразу видно, что мы не отсюда, но по-фигу. Мы не видели большого аквариума. И вообще задача нам тут найти подарок какой-нибудь моему папе и Нади попку в самолет. Какой-нибудь на замочке. Поэтому сейчас пойдем искать. И у нас кольцо про все всего 2 часа, потому что надо будет уже сейчас домой и лететь вечером. Значит, мы справились почти со всем, чем нам было нужно. Мы купили Наде попку в самолет, купили мне мочалку, ей мочалку, купили тушь, но не купили подарок моему папе, к сожалению. У него просто очень сложный вкус, очень сложный размер, очень сложное все. А у него день рождения штатского, и как раз штатского, я с ним увижусь. Не знаю, что я буду сделать. Наверное, уже буду искать подарок там, куда мы полетим. Но грустно, конечно, получилось. Не продумывая немного. Я думала, тут что-нибудь смогу найти. Это она? Да, наше такси уже подъехало. Сейчас домой поедем собираться. Итак, мы собрались в свои чемоданы, и сейчас мы едем в аэропорт, чтобы вылететь. Так как монтировать я буду это уже завтра. Ну ладно, все равно, чтобы вылететь кое-куда. Я скажу сейчас, что мы летим за границу. Куда именно, узнаете чуть позже. Или можете узнать в моем телеграм-канале. Там я раньше всего скажу, куда именно мы полетели. И сейчас у меня уже немного трясутся руки. Интересно, Надя тоже выкладывает что-то. Мы решили заказать необычную машину до аэропорта. Мы заказали Maybach. Нам просто стало очень интересно. Эти ощущения. И вообще, как это все внутри. Поэтому мы решили проехаться на нем до аэропорта. И посмотреть, что как будет. Так что мы сейчас вам все покажем. Вон стоят наши готовые чемоданчики. И такси приедет уже через 3 минуты. Уже через 3 минуты она уже немного плестет. В общем, все. Дальше увидите, что будет. Как мы идем. Вон он стоит, нас ждет. Наш Maybach. Мы пойдем на Maybach. Это вообще... Мне очень интересно, куда он внутри. Выглядывает. Красавчик. Я обожаю тачки. Давайте радио какое-нибудь. Лайк. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Какие люди интересны в таких машинах. У вас здесь какие-нибудь богатые или по-разному? Не волнуй. Очень нравится. Я не знаю. Кто вы, кого вы знаете, кого вы любите. Артисты какие-то. Артистов? Не знаю. Егор Криппер, веро, на ум приходит. Почему-то. Ну, спокойный. Хороший парень. А вы его возили? Да нет. Когда вот съемки были, вот фильмы этого маленький. Там 3 дня его возили. А я его даже знаю. Почему мы приехали? Ой, спасибо. Лучший водитель Москвы. Какие-то мужики там пляшут. Мы идем на стройки нашей регистрации. На самом деле мы регистрацию уже прошли. Мы уже купили себе места. Нам просто надо только сдать вот этих вот друзей и остаться свободными руками. Пройти паспорт и контроль. И ходить по детективе себе, сдать вылетом. Я хочу сказать, что водитель у нас был просто офигенный. Он рассказывал нам всякие истории. Он возил, кого он только не возил. Это было очень прикольно. Если честно, я думала, что он просто будет молчать. И все. Ехать на папу, если по итогу он вообще очень-очень классный мужик. Лучший водитель Москвы. Мы его уже назвали. Думаю, это так и останет. Мы нашли наши стойки. Ну все, мы прошли все контроли и идем по детективе. Так что следующий этап уже только самолет. Вот этот человек сейчас чуть-чуть не потерял свои часы. Знаете, забыл их на ленте контроля. И телефон чуть не потеряла. Часы нам уже в спину орут. Мы стоим на паспортном контроле. Нам уже в спину орут. Типа, девчонки, кто-то забыл часы. Мы понимаем, что это ее часы. А она стоит, ее там уже досматривают, проверяют там паспорт. Я просто иду. Говорю, там лисичка на аватарке. У нее просто лисичка на заставке в часах. Вон она. И они такие, ну да, там лисичка. Нам туда вот направо. И все, короче. Но я в шоке с этой мадемуазель. Конечно. Все, мы отсидели. Отсидели мы в аэропорту. Отсидели где-то в его месте. Сиди. Очень быстро время прошло, но мы очень устали. Я чувствую, что в самолете отрублюсь. И сейчас мы полетим 4 часа. И мы в Рлаю. Это огромные самолеты. Я очень счастлива. А это что? А это что? А это что? А это что? Море. Как будто она не рыжет. Все. Мы прилетели кое-куда. Позже узнаете, чтобы было интереснее. Итак, ребят, на этом я хочу завершить влог с Москвы. Да, влог с Москвы. Завершает о том, что мы прилетели в другую страну. Но следующий влог уже, соответственно, будет именно с этой страны. А этот влог больше был про нашу встречу. Вот. И про Москву. И все такое. Так что, надеюсь, вам понравился такой формат. Потому что для нас вам новинка. И если да, то такого будет часть. Так что, пишите в комментариях обязательно все, что вы думаете. И подписывайтесь на телеграм-канал. Там мы скажем первым делом, в какой стране мы теперь оказались. И там всегда контент появляется. Более всего ссылку я оставлю в описании. И всем до следующего видео.